Всем хай! Главное событие дня Да, у меня снова новый цвет волос Я прилетела, мне не понравились выглядели мои волосы, поэтому вчера вечером я занималась вот этим Шаг 1 осветление А сейчас я буду обесцвечиваться Люди, которые шарят за парикмахерское дело, сейчас просто, наверное, обливаются кровавыми слезами Вроде как будто в местах, которые я уже нанесла, цвет уже выходит Шаг 2 кастрюлька А еще, чтобы вы знали, у меня дома нет горячей воды, поэтому я воду в кастрюльку наливаю Спустя несколько минут Время вышло, осталось пожелать мне только удачи и добью-то удачи помочь мне смыть все это Шаг 3 окрашивание Вот эта вот краска, она мне очень понравилась тем, что, короче, когда открываешь ее, там все уже за тебя намешано И даже есть перчатки в комплекте, главное инструкцию прочитать, но там реально все очень просто Даже у меня получилось сделать в ряде, хотя я думала, что все у меня не получится Здесь все прям супер просто Берем штучку под номером 1, которая окрашивающий гель Берем вот эту баночку и переливаем Все очень легко Закручиваем И теперь взбалтываем Осторожно открываем вот эту штуку, прям очень осторожно и сразу как взболтаем, потому что иначе будет нехорошо Все, открыли Ребят, последняя прядь Цвет сейчас выглядит, конечно, сиреневым Я буду дико орать сиреневым, но по идее он должен быть все-таки серебристый Да, ну все Затекли время, пойдемте посмотрим, что будет дальше Ну что, дорогие друзья, время X, время смывания Снова неси кастрюльку Короче, проснулась, первым делом побежала делать вкладку и просто Это буквально тот же самый цвет Я не знаю, как так получилось, я специально не буду никак видео корректировать, там цветокорировать картинку, но это просто тот же самый цвет Мне нечего сказать, кроме слов Вот это, конечно, тоже светлилось, но ладно, это я потом черные части доделаю отдельно Но выглядит классно же, ну, вам нравится? Опишите, пожалуйста, вашу реакцию на вот это А теперь распаковка Где мой чемодан? Кто-нибудь, умоляю, сделайте из этого стикер в телеграм Боже, я помню, что я миллион лет назад снимала видео по распаковке Он, помню, называлось тогда примерно так же Распаковка моей покупки из Европы И вот, что я вам обещала провести Чемодан Вот как-то так выглядит мой чемодан Кстати, у меня на канале будет так же влог из Европы Обязательно подпишитесь на мой канал Потому что у меня были абсолютнейшие, ужаснейшие фейлы в Европе Я не буду вам спойлерить, но поверьте, это настолько плохо Что даже по меркам моего отношения к этой жизни это плохо О, боже, давайте начнем, наверное, с самого интересного Это... Не спрашивайте, а это волосы Косметик! Косметик! У меня же так мало косметики За время моего отсутствия мне же так мало новой косметики прислали Ну, поэтому я взяла себе еще косметики Кстати, это была рассылка Мне прям в Германию отправили от Бьюти Бэй, представляете? Все же прекрасно понимают, что это не все Просто другая косметика где-то на дне Но это я Первая палетка выглядит вот так Я ей пользовалась Мне она понравилась, но это все, что я могу о ней сказать Хорошую палетку, одобряю Еще одну палетку Бьюти Бэй, которую мне прислали Розовенькая, красивая Тут еще две палетки Бьюти Бэй Кстати, их было больше, просто несколько я оставила в Германии Очень интересная палетка Прикольные здесь цвета, ее я еще не пробовала, но вот и будем как раз тестировать Палетка в голубых и лиловых оттенках Во, какая красивая палетка Цвета, конечно, вообще невероятно классные Что ж, очень-очень рада Водные лайнеры Помадка Подводка Еще там были два оттенка теней кремовых Рондаш для губ Да, функция кино на айфоне не супер работает А еще у меня объемные буквы на ногтях Мне нравится Сандалии, бершка, 40 евро, между прочим, стоили Очень дорого Но черт, они мне так понравились Я в них еще не раз не ходила, специально, чтобы вам показать И только потом уже обуть Обычно вот такая вот обувь У которой вот эта штука пластиковая или силиконовая ХЗ, как это правильно называется Она очень сильно натирает ноги, особенно летом Блин, когда була, мне так нравится, как это выглядит Прям вообще здорово Также бершка Но очень мятый продукт Я его поглаживаю и покажу на себе Конечно же, оранжевая вещь Посчитайте, сколько оранжевых вещей Я вам покажу в этом видео Потому что, скорее всего, вы будете удивлены И это, кстати, одна из причин, почему я снова возвращаться буду в белый цвет в дальнейшем Потому что я хочу носить оранжевые вещи А мне не нравится, как они выглядят с голубым Ход, что ты хочешь уйти от меня? Ты же только хотел прийти Когда полетите за границу Или если вдруг где-нибудь у нас, видите, вот этот вот бренд Который называется Кусмити Париж Я вам, ребят, очень рекомендую Это какой-то невероятно вкуснейший чай Я не знаю, как описать, насколько он великолепен Я, в принципе, загоняюсь по дороге Селективным чаям, типа там, марияж Вот это вот все для знатоков Но вот это такая крутая химозная штука Что даже кице зашло О, пользуюсь случаем здесь я тоже нашла косметику И сейчас я расскажу вам просто мою боль Захожу я в Германии в магазин И хочу купить себе вот эту пудру Потому что меня забайцела упаковка Но она слишком великолепна Афанти Бьюти, в принципе, я к нему хорошо отношусь Почему бы не купить? Захожу, смотрю, цена 27 евро Но думаю, ладно, 27 евро, в принципе, примерно столько же у нас это бы и стоило Поэтому пофиг, возьму как-нибудь в другой раз Лечу в Париж Захожу в Сифору в Париже Нахожу ту же самую пудру И в Париже она стоит 50 евро И я такая, что? Я сошла с ума Почему в Германии стоят два раза дешевле В одном и том же магазине один и тот же продукт, чем во Франции Притом, что Сифора это как бы французская фирма Но почему в Германии она стоит в половину дешевле И еще я купила себе пудру от Кейт Ванди Честно, я вообще без понятия ни о той, ни о другой пудре Хорошие они или плохие Меня забайтили упаковки В общем, все как обычно Ну как она меня могла не забайзить? Смотри, вот такая Белая-белая Я ее еще не пробовала Ну, ой, она прям белая Это хорошо Ну, то попробуем Есть один магазин в Германии Не во всех, правда, местах Называется Пинки Не Пинки, а Пинки И, блин, там такие иногда вещи, знаете, классные привозят Что я в этот раз там весь этот магазин просто искупила У них еще акция какая-то была потрясающая Покупаешь за вещь третий подарок Ну, естественно, купила Вот такой вот прекрасный голубой топ Нет, ребят, вы знаете Ну, в общем, вот такая вот кофточка С таким вот очень профессиональным в стиле нулевых гламурным вырезом Тогда все так ходили Я в том числе в универ Поэтому, как бы, ну, вот Снова начинаем быть такой девочкой Не знаю, как это назвать Знаете, сейчас в моде будет эстетика нулевых, как бы Возвращаемся к Бершке Какое-то красное нечто В Бершке мне казалось, что это выглядит лучше Шлеп Тапки Ну, тапки класс Вот такой вот топ из Зары Я же сказала, что я снова хочу в эстетику нулевых И снова Бершка, топ с блестяшкой Но купила себе всяких разных топиков и безумно радуюсь Вообще, на удивление, в Бершке была такая прекрасная коллекция Столько всего купила, хотя обычно я там много так и не закупаюсь Такой вот симпатичный лук Блин, это боди Я не люблю боди Хотя мне очень понравилось Ботинки, чистые ботинки для Гарри и Граф Такие я брать себе не буду Но выглядят, конечно, кстати, не очень плохо Прям приятные Вот эти вот ботиночки тоже очень красивые Если вдруг будут не только в зеленом цвете, возьму Прям приятные Так, Бершка, берем вот это Получается, у меня уже две покупки Это и это Да, это оранжевый, очень офигительный лифт Оранжевый Оранжевая юбка Но, но, но Но, посмотрите, здесь дырка на жопе Я не знаю, что делать с этой дыркой на жопе Я не знаю, видите ли вы вообще ее Сфотографирую вам И я без понятия, вообще можно пофиксить или нет Как это вообще подшить, зашить, что с этим делать Очень нравится эта юбка, но мне очень не нравится то, что здесь дырка на жопе Офигительный какой-то сироп из розы Я купила для подруги Мы заезжали в город, который называется Грасс или что-то такое Он был безумно красивый, там везде были розовые зонтики Мне офигенно понравился этот город во Франции Я подумала, что одна из моих подруг, которая любит, знаете, всякие странные кофе пробовать Она там, не знаю, любит кофе на гороховом, балаген, то есть такая Интересующаяся особа Я подумала, решила, что куплю вот такой вот супернатуральный сироп из розы Супернатуральный, поэтому у него цвет ядреной фуксии Это ботинки, которые мне подруга из Франции отправила, чтобы я отдала их на ремонт здесь Потому что там не могут починить ее ботинок У них типа каблук сломался Ну, короче, на руках из них каблук отходит И во Франции нет умельцев, которые бы за нормальные деньги могли починить ее ботинки Поэтому я привезла их с собой в Москву, чтобы туда дать в обновь мастерскую К вопросу о розовом цвете Просто посмотрите на это Very, very hot topic Еще один очень интересный топик, который я вообще планировала использовать для того, чтобы снимать видео Потому что, наверное, на улицу в таком я бы выйти не риснула Блин, эта вещь выглядит очень странной Примерочная, она нравилась мне, честно, больше Какая-то она такая вот Слушайте, девочки, ну тут с такой вещью, конечно, только фотки постить, я не знаю Только на свидание, наверное, ходить Хотя я не уверена, что на свидание норм Потому что, ну, знаете ли Ладно Знаете, преимущество быть блогером То, что некоторые вещи ты просто можешь покупать Потому что ты знаешь, что Я никогда в жизни это не одену на улицу Потому что это будет полный пипец Ну, типа, слишком много внимания Вещь, за которую вы меня, наверное, будете очень отсчитывать Ну, да, это Это Джуси Кутюр Я не знаю, почему, но в Европе всех хайповых каких-то таких магазинах сейчас везде продается снова Джуси Кутюр Что случилось? В какой момент времени? Почему? Представляю вам Джуси-версию Пусть и пахнет Джуси Алипси Трусы Пусть и Джуси на Пусть и Джуси-мабель на Джуси Я не фанат Стосанки Вообще Интересно, кто-то еще слушает на Стосанку? Слушайте Лису Скоро новый трек Сейчас задам вам маленький спойлер Просто, чтобы вы понимали Что вас ждет Это уже даже не дно Супер-мега-эксклюзивный контент Когда выйдет, я не знаю Поэтому даже не буду делать анонс Все это достаточно Продолжение я не знаю когда Самое время подписаться на мой телеграм-канал Ибо там будет первый анонс, когда я пойму дату выхода трека Так, ну это купальники Купальники в телеграме Купальники будем в телеграме Смотреть здесь на ютубе такое показывать нельзя На 100 тысяч подписчиков будет обзор купальников Офигительнейшее платье из Бершки Оно так просто выглядит Но когда я его примерила Я поняла, что с этого момента Я хочу чаще ходить в платьях Потому что, ну это же очень красиво Канчайте, девочки Канчайте, за мной шутить Канчайте, девочки Канчайте Канчайте Действительно очень красиво Так, смотрим следующий топ Слушайте, вы знаете Вот смотрю на этот топ в камере Как-то вот он не очень хорошо выглядит Смотрю в зеркале И мне нравится На фотках мне почему-то он тоже очень нравится Но на видео как будто он немножко странный Выглядит, ну короче Вот такой вот топ взяла в Бершке Оранжевый ремень в шашку Оранжевая полурубашка Какого-то абсолютно невероятнейшего качества Я очень дорого заплатила за эту рубашку Но не так, конечно, как за какую-то супер брендовую вещь Но по меркам не брендовая вещь Очень дорого Но, блин, она такая офигенная Она такая мягкая Она такая оранжевая Она просто Не знаю, как это лечить Я не уверена, что оно мне надо Одна секция, это закончилось Открываем вторую Как я уже говорила У Пинки хороший магазин И я купила себе еще вот такие ботинки Вот так вот они выглядят Очень удобные ботиночки Мне прям безумно нравятся То есть реально, знаете Они такие мягкие Вот эта вот кожа, которая здесь Ну кожа, вам понятное дело Прям очень комфортная И мне кажется, она даже натирать не будет Короче, ставлю лайк Оранжевый комплектик для дома Показывать на себе я его не буду Но в телегу выложу Потому что кажется, что он обычный Но по факту Еще один оранжевый топ Так много вопросов, так мало ответов Зибристая юбка Но удивление В этой юбке у меня комфортно Несмотря на то, что это все еще юбка Ребята Посмотрите, что у меня есть Ну, точнее, у меня это будет подарок У меня есть подруга Она очень любила кофе в Старбаксе И она очень любила вот эти вот чашечки Поэтому Оказывается, в Старбаксе сейчас Там, где он есть Продаются вот такие вот чашки Только многоразовые Поэтому я ее купила И пусть сидит дома Готовит сифербургчина И думает, что она его пьет Дружба со мной Это когда я читаю твои мысли Что я поняла В общем, жестко проебалась Что ты была в Европе Я могла бы просить Тебе купить мне там Стакан Старбакс Прозрачный Пластиковый Ну, их типу Как мерч, знаешь Я бы спокойно себе делала бы Кофе И вспоминала бы Старбакс Думала бы, как это прилетело уже в Москву Минутка горения Моя сумочка оригинальная От Prada Которая превратилась в кусок дерьма За эту поездку От которой я в абсолютном ужасе Я не ожидала такого подстава от Prada И честно Теперь у меня очень много вопросов Вообще, как покупать сумки Потому что это 100% Непаль У меня даже влог был на канале Где я ее покупала Но просто посмотрите На что этот кусок дерьма Стал похож Кусок дерьма так-то за 200 тысяч Во-первых, буквы Они все пострадали И все обтрясались Во-вторых Посмотрите на ее состояние Ребята Я как бы Ну, не уничтожала ее наждачкой Это просто сумка Которая просто носила Но она абсолютно вся выглядит так Как будто сумки лет 20 Но я купила ее Ей меньше года Понимаете, ей меньше года И она вообще везде в таком состоянии Чуть она касается какой-то одежды Она обтирается Я не знаю У меня первый раз такое Что какая-то дорогая брендовая сумка Так себя ведет У меня их много И первый раз вот такая вот хрень Это какой-то кошмар Ребят, последняя вещь В стиле Я Бритни Спирс В общем, такое видео Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Тык И я вас всех люблю Всех целую И всем пока А если у вас будут вопросы На тему того Каким образом я попала в Европу Вот В моем телеграм-канале Я специально для этого подготовила Вот такой вот пост Вы можете пройти туда по ссылочке И написать мне вопросы Я там с людьми переписываюсь И отвечаю Потому что есть некоторые вопросы На которые на ютубе отвечать нельзя А там можно чувствовать себя спокойно Поэтому, если вас что-то интересует По каким-то таким вопросам Вы можете написать туда Еще у меня много очень ребят из Европы Которые уже сидят в телеге И если даже я у меня отвечу Вам опять какой-нибудь из них